Мы начинаем прямой эфир. Меня зовут Гришанкова Анна. В этом прямом эфире я покажу дизайны цветом Viva Magento. Это цвет по версии французского института Pantone на 2023 год, цвет года. И у нас он представлен в отдельном таком вот флакончике без коллекции. Вижу, что кто-то присоединился. Подскажите, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно. И уже будем приступать к дизайну. Сейчас уже был эфир на канале нашем ВКонтакте. Все хорошо. Спасибо большое, Елена, за обратную связь. Мы там делали уже этим цветом очень классные идеи. Я бы вам советовала туда тоже сходить и посмотреть. Все сохранено в записи. Вот такие сегодня были дизайны. В эфире уже сделаны. Сделали абстракции. Одну абстракцию более природную с природными текстурами. И одну абстракцию более геометрическую. И с градиентами. И также там очень интересный способ сделать быстрый градиент. Особенно если у вас не получается эта техника. Я думаю, что для работы вам будет очень полезно. Так, и сейчас мы сделаем тоже два варианта. Это я положу здесь для вдохновения. Сделаем тоже два варианта. Один будет более у нас флористический. С элементами росписи китайской. И второй будет более такой молодежный. С элементами граффити. Итак, давайте начнем. Для первого дизайна мне в помощь потребуется Affirmations Green. Это цвет такого травянистого зеленого цвета. Тоже очень популярный оттенок. В этом году очень во многих коллекциях он встречается. И мы им покроем так немножко наискосочек. Нижнюю часть ногтевой пластины. И отправимся сушить это все в лампу. Так, а второй ноготочек мы покроем как раз цветом Viva Magento. Сделаем это тоже наискосок, только в другом направлении. И тоже по сушим. К нему мы подберем второй оттенок. В дизайнах, девочки, самая беспроигрышная вообще история, когда вы подбираете оттенки друг к другу, это когда вы берете тот же самый цвет, только разбеленный. Здесь мы дополняем нашим цветом года Viva Magento. И уже спускаем его ниже. И вот так вот немножко нажав на кисточку, я, видите, сделала такой мазочек. Также положу вот сюда вот немножко цвета и тонкой линеарной кистью сделаю эффект мазка сухой кисточкой. С кисточкой. Так, и... Видите, за посторонние звуки такое бывает. Продолжу. Вот так сделаю границу такой вот размазанной немножко. И... Ну, я такой вообще очень люблю стиль, когда мазки такие хаотичные. И так мы обыграем границу наших цветов. Сушим. Здесь, как я уже сказала, я хочу использовать цвет компаньон. Но перед тем, как мы его нанесем, сначала мы сделаем стемпинг. У меня на заднем плане новые цвета для стемпинга. Вот такие вот вкуснячные. Нежненькие очень, пастельные. Розовый, сиреневый, зеленый, голубой. И такой коралловый. Вот я возьму тоже коралловым. Сделаю штампик. Думаю, что они будут очень хорошо смотреться, потому что он посветлее. И немножко провалится у нас фон. Таким образом, не будет выскакивать вперед и мешать просмотру дизайна. Для того, чтобы сделать стемпинг, я возьму пластину с граффити. Так, сейчас чуть-чуть перестановочка, чтобы ничего не мешало. Чуть-чуть помешаю цвет. Возьму наш штампик. Все положу поближе, чтобы ничего у меня никуда не делось. Знаете, в штампе самое неприятное, когда у вас где-то что-то теряется. Перенесла и отпечатываю. Смотрю, где мне лучше по композиции. Отличненько. Давайте поближе немножечко сделаем. Так, теперь делаем дополнительный цвет. Закручиваем обязательно красочку для стемпинга, чтобы она не высыхала и не загустевала. И, как я уже сказала, самый беспроигрышный вариант, который возможен при подборе цвета, это взять тот же самый цвет и смешать его с белым. Тогда вы точно попадете в оттенок, и ваша смесь будет идеально подходить к предыдущему. Здесь я просто взяла белый гейн-лак, это 001, и наносим. Сначала на границу, более тонкой кисточкой, и потом уже мазковой кистью можно нанести на всю остальную область, чтобы побыстрее было. И потом я прикрою еще одним слоем, чтобы все было ровненько, без проплешек. Сушим. Так, сюда я хочу разместить шермикончик. Шермикончики у нас будут вот такие вот полосочки. Я их очень люблю, они классные, хотя они не из новых каких-то коллекций, но они очень здорово дополняют любые дизайны, и новогодние, и также летние. Как мы помним, у нас шермиконы крепятся на поверхность без остаточной липкости, поэтому мы мазнем в то место, куда я хочу прикрепить шермикон, теклоса. Можно прямо тоненько, нам он нужен только для того, чтобы остаточную липкость мы с вами убрали и сделали поверхность для крепления шермикона пригодной. сушим в лапе, пока теклос у нас подсыхает. Теклос в этом случае, когда вы крепите на него шермикон, лучше, знаете, даже немножечко пересушить, чтобы у вас прямо шермикончик примагнитился. Если вдруг у вас какие-то проблемы с ношением шермикона либо с монтажом его на поверхность ногтевой пластины, скорее всего, в большей части случаев, когда мы помогаем мастерам в чатах, которые спрашивают, да, и у кого возникают какие-то сложности с этой техникой, чаще всего это не просушенный теклос, не до конца просушенный. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы готовим наш шермикончик. Вот смотрите, у меня будет вот такой тоненький, с одной стороны я уже его обрезала и теперь у меня будет с другой стороны. Взят кусочек, ножничками подрезаю и пинцетиком его снимаю с поверхности. Он силиконовый, отлично крепится. монтируем его на ноготочек и ненужную часть можно обрезать либо ножничками, либо кусачками, подкусить, если она у вас попала в ногтевую пазуху и перекрываем это все вельвет топом. вельвет топ нам нужен для того, чтобы нарисовать дальше китайскую роспись, поэтому можно тоненько тоже перекрыть и посушить. Что мы сюда? Сюда мы будем монтировать Микки Мауса из коллекции новых нейлдрессов. Вот такие вот прикольные Микки. Микки у меня будет на ногте компаньоне, а сюда я смонтирую мини подружку. у нас все с остаточной липкостью, поэтому мы легко монтируем слайдер, расправляем. То, что у меня немножко сейчас потерялся, меня не смущает, потому что я буду потом обводить и все это я перекрываю тоже вельвет топ-гелем. но здесь окончательно. Края и морщинки, если у вас есть, вы можете растворить ультрабондом. Здесь вельвет топ-гель, он у нас без остаточной липкости высыхает. очень удобно. Покрыли и сушим. Смотрите, у него, когда он высыхает, появляется такое голубоватое свечение. Это такой индикатор того, что, в принципе, он просох окончательно. Но когда вы его сушите, если он уже стал матовым, и вы хотите, например, начать что-то на нем рисовать, то уже можно начать рисовать. но обязательно досушивайте потом до конца. Так, здесь мы сначала намечаем наш цветочек, куда у нас пойдет веточка. Рисовать я буду эмпастой. Это пастозная гелевая краска без остаточной липкости. И вначале я просто сначала намечу, где у меня будут цветочки. Один у меня будет вот сюда уходить, один у меня будет немножко заезжать на декорацию. Все это потом у нас будет прозрачное, так что иметь ввиду глянцевое, поэтому матовость нам нужно только для того, чтобы сейчас порисовать. Дальше вот сюда у меня будет свисать, думаю, что можно, нет, сюда не буду, вот здесь вот, наверное, будет чуть-чуть, и пойдут веточки, веточки тоже намечу, будет крепиться друг дружке, и вот отсюда будет выезжать. Так, еще нужно, наверное, все-таки вот сюда чуть-чуть спущу, чтобы было пять. Наталья Прокофьева, добрый день. Добрый день, Наташа. Так, берем синий из коллекции Эмпаста, да, кто не знает, она у нас выглядит вот так, она очень удобная как раз для любых видов росписи, в том числе для китайской, потому что здесь очень грамотный, кроме того, что это крутой материал, пастозный, очень грамотно подобрана палитра. Смотрите, здесь есть основные цвета, красный, желтый и синий, белый и черный, соответственно, и уже смешанный дополнительный зеленый, розовый, фиолетовый и бордовый с вот таким коричневым. Для флористики, вот знаете, я уже работаю 20 с плюсом лет и ничего, кроме этого набора, в принципе, практически никогда не использовала. То есть, хватает для всего и порисовать различных мультяшек, и порисовать китайку, и сделать обводку и снаружи, и внутри, поэтому обязательно, чтобы было написано Эмпаста. Так, берем для китайской росписи кисточку скошенный квадрат, макаем пяточку в один цвет, носик в другой, делаем быстренько дорожку цветовую, и вот 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 и гоу рисовать. Так, эта техника крайне простая, она подойдет даже для тех, кто никогда не рисовал китайскую роспись, потому что здесь нужно просто приложить кисточку, даже вот практически ее никуда не продвигая, не рисуя ей, просто вот поприкладывать, и у вас уже будут первые лепесточки намечаться. просто поприкладывали и посушили. так, здесь мини, что мы делаем, мы берем линеарную кисточку и все тут же, ту же эмпасту, это у меня будет белый рафинад, и мы начинаем обводить, обводку и нашу прорисовку прямо по поверхности защитного слоя, это у нас был вельвет топ гель, рисуем линии, то есть линии у нас будут при просыхании глянцевые, а поверхность будет матовая, очень удобно это для тех мастеров, которые начинают осваивать роспись, почему, потому что вы еще переживаете часто и волнуетесь, что у вас не получится, то, что хочет клиент, и как раз этот материал позволяет вам быть уверенным в своем результате, потому что вы, если что, можете с поверхности его стереть, если вдруг попытка неудачная, и начать заново, либо просто извиниться и сказать, что вы еще попозже потренируетесь и все нарисуете. потому что мы рисуем по поверхности, мы легко можем стереть. Катя, как крепить слайдер на обычном лаке, как их покрывать? Как крепить на обычном лаке? Вы должны просушить лак до того момента, когда он будет уже не жидкий, но еще не до конца высохший. И очень аккуратно, чтобы не свести его, перенести слайдер на поверхность. Досушить все это дело еще немножечко, несколько минут, и потом перекрыть прозрачным защитным покрытием еще разочек. лаком. я думаю, все продержится какое-то время, сколько клиент будет носить лак. лаком. Сделали обводку и также еще линеарной кисточкой обвели границу между двумя цветами, сделав ее более аккуратной. Что мне еще хочется сюда? Смотрите, я еще хочу сюда добавить сердечко. У них уже с Микки Маусом любовь, и я это сердечко буду делать интересным способом. Может быть, кто-то его еще не видел, для кого-то будет полезным. Сначала я его нарисую белым, чтобы также не обводить, как мини, а потом внутри сделаю черным, и у меня белый останется только обводкой. Нарисовали и давайте еще одну маленькую вот сюда вот. Или сюда можно, знаете, звездочку давайте. Звездочку прямо вот рисуем, как мы в детстве рисовали букву А, и потом лучики доделываем немножко. дотягиваем ручки, чтобы они были поровнее. И сушим. продолжаем цветочек рисовать на втором типсике. Теперь мы добавим к этим лепесточкам по второму лепесточку, чтобы у нас было было похоже на цветочек. Иногда можно по третьему добавить. тоже так же в такой же манере просто прикладываем кисточку. У нас появляется по второму лепесточку. И можно дальше сразу продолжать рисовать стебелек. Стебелек мы рисуем зелененьким. Тоже хочется такой же зелененький травянистый, чтобы был как первый цвет из коллекции аффирмаций. Для этого мы зеленый вмешаем в желтый и сделаем посветлее зелененький. И смотрите, как рисуем стебелечки и листики. Сначала по такому овальчику около каждого цветочка. И теперь все убираем с кисточки практически и по нашим белым наметкам проводим стебелечки. можно даже не везде где-то оставить прям белые и еще листики. Такие длинненькие хочу сделать как травиночки. вот так сушим. Так здесь у нас подсох белый и теперь мы берем черный смолу и внутри белого рисуем черным. Стараемся оставлять как можно больше более равномерный черный просто чу говорю более равномерный белый контур. И также звездочку. и получается что у нас такие мелкие детальки они становятся более обведенными потому что если мы их обводили по контуру мы бы очень долго с вами крутили вертели этот ноготь а так мы достаточно быстренько чик-чик и все обвели сделали с обводкой вот такой вот компаньон к этому ногти у меня с микки маусом с мальчиком и с мини с девочкой и что можно сделать на остальных ногтях я думаю что при таких достаточно активных дизайнах можно просто покрыть цветом вива маджента и будет вообще просто огонь можно сделать градиент из яркого цвета и вот из этой смеси которую мы делали чуть-чуть разбеленной мне кажется будет очень симпатично можно где-то сердечко еще воткнуть там сверху или сбоку или снизу тоже будет очень симпатичненько так посушим пока наши черные вставки и здесь черненьким чуть-чуть сделаем тень кое-где постараемся прям тоненько тоненько где у нас листик заходит на декорацию декорацию чуть-чуть прям постараться как можно тоньше усложнить эти местечки и тоже посушить вот такой у меня компаньон есть к цветочкам с другой композиции и на весь ноготь вива маджентом сейчас мы перекроем уже окончательно тегласом и тоже он у нас засияет будет глянцевым и как раз декорация будет блестеть и переливаться такой у нее бензиновый такие разводы тоже очень популярные бензиновые разводы на разных поверхностях сейчас сушим я чуть-чуть подсушу и еще люблю конечно чтобы было более натурально смотрелось беленьким прям вот самую тонкую тонкость какую только можно сделать тоненькую тоненькую обводку уже сверху по топу кое-где вывести особенно на листиках и посушить ну прям чуть-чуть чтобы оттенить фиксируем несколько секундочек можно и будем смотреть как это смотрится в паре вот такая пара тоже я думаю что на остальных ногтях чтобы не было перебора с блеском и с росписью можно просто пустить однотонный вива маджента и будет очень симпатичненько это у нас такая более весенняя композиция с цветами да и вот смотрите какие у нас по итогу получились разные дизайны да и флористические и такие более варианты молодежные с граффити сейчас все это уместим и природные текстуры да природные текстуры и вот такие вот минималистичные более графичные варианты надеюсь вас этот цвет вива маджента вдохновит так же как и меня вдохновил и вы создадите из него очень много разных вариантов да посмотрите какие они разные по настроению по характеру еще раз повторю что вот такие вот текстуры и геометрию вы можете посмотреть у нас на официальной страничке вконтакте только что тоже был эфир час назад по этим дизайнам и думаю что ваш фантазия тоже побежит куда-то в галактику и нахватает оттуда кучу идей как можно с этим цветом сделать очень крутые классные дизайны которые будут радовать ваших клиентов ну что ж спасибо большое за то что вы были со мной в эфире спасибо большое за участие и за просмотр мне было очень приятно поделиться с вами идеями надеюсь что вдохновило вас также попробовать китайскую роспись потому что это несложно и это очень эффектно и делается достаточно быстро имитирует прямо вот 3d такие цветочки и также вдохновило вас посмотреть и другие идеи которыми сегодня я уже делилась с подписчиками спасибо вам большое хорошего настроения до новых встреч в новых эфирах пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok